Этот союз никто не воспринимал всерьез, ведь по возрасту Кэтрин Зетта Джонс угодилась Майклу Дугласу разве что в дочери. Однако, пара вот уже 22 года вместе. Давайте разберемся, какие невзгоды чуть не сломали их брак, и где сейчас их возрослевшие дети, ведь одному из них даже грозила тюрьма. Меня зовут Анна, это канал Пропавшие, и мы начинаем! 26 лет назад Майклу Дугласу исполнилось 52 года. Именно в тот момент времени состоялась его первая встреча с 27-летней Кэтрин Зетта Джонс. Актер был женат, растил сына и уже считался состоявшейся голливудской звездой, которому пора бы на покой. Но, как оказалось, жизнь для него подготовила неожиданный поворот. На ужине в честь премьеры фильма «Зора» произошла его первая встреча с молодой актрисой, которая впоследствии изменила всю его жизнь. Уже через полчаса после знакомства Майкл признался Кэтрин, что хочет от нее детей. Но девушка ответила лишь улыбкой и поспешила с ним попрощаться, ведь было наслышано о любовных похождениях актера, к тому же он был женат. Однако мужчина не отступал, осыпая ее то цветами, то трогательными сообщениями. Напористость все же сделала свое дело, и молодая актриса не устояла. Однако быть на вторых ролях в этом сюжетном повороте она тоже не хотела, поэтому поставила условие, что не должна быть любовницей и будет с Майклом, только если тот разведется. В конечном итоге Майкл расторг свой брак, а после долгих судебных тяжб еще и отдал бывшей жене 60 миллионов долларов отступных, а также два роскошных особняка в Беверли-Хиллз и на Майорке. Долгожданное счастье наконец наступило, а немногим позже Кэтрин заявила, что ждет ребенка, после чего Майкл сразу же сделал ей предложение. После рождения сына пара сыграла роскошную свадьбу и переехала в шикарный особняк на Бермудских островах. Изначально никто не верил в этот союз, как и в то, что брак не распадется на следующий же год, ведь Майкл выглядел скорее как отец для Кэтрин, а не как жених. Но время расставило все на свои места, а еще через несколько лет у них родилась дочь Кэрри. Но семья столкнулась с тяжелыми испытаниями. В какой-то момент сын Майкла Дугласа от первого брака угодил за решет. Кэтрин поддерживала мужа как могла и даже давала показания в суде, но из-за сильных переживаний у актера начались проблемы со здоровьем, и в том же году врачи нашли у него рак гортани. По счастливой случайности актер смог вылечиться и вернуться к работе, но беды не покинули семью. Глядя на болеющего мужа, у Кэтрин началась сильная хандра, из-за которой она даже ходила к психиатру. Майкл хоть и вылечился, но его супруга продолжала зацикливаться на мелочах. В конечном счете он устал от ее унылого и подавленного вида и собрался подавать на развод. Супруги жили 8 месяцев раздельно, но после все же помирились и общими усилиями смогли сохранить брак. Сейчас звездная пара живет обычной жизнью и не имеет каких-либо весомых проблем, а свой отпуск проводят с всей семьей в Доминикане. Своих наследников Майкл и Кэтрин никогда не скрывали, а даже наоборот с детства брали с собой на красную дорожку и демонстрировали перед объективами фотографов. Дилану уже 21 год влюбились девушек, успел сняться в кино, но сразу понял, что это не его путь, поэтому пошел учиться в один из частных университетов США на политолога. Однако попасть сюда ему было нелегко. Мальчик с детства болеет дислексией и трудно развивался, в том числе ему тяжело давались навыки чтения и письма, поэтому, чтобы попасть в престижный университет, ему пришлось весьма упорно работать и добиваться определенных успехов в учебе. Кэрис младше брата всего на 3 года, сейчас ей 18. Она, как и Дила, никогда не мечтала стать актрисой, а своей настоящей страстью считает моду. Как-то раз она уже принимала участие в рекламной кампании вместе с мамой, после чего оказалась на обложке журнала. Впрочем, внешность у нее располагающая, так что мечты вполне реальные. Кэтрин и Майк привили детям хорошие манеры, поэтому даже имея достаточно громкую фамилию, они добиваются всего упорным трудом, открывая все новые жизненные двери самостоятельно. На этом сегодня все. Не стесняйтесь писать комментарии, я с удовольствием их прочитаю. До встречи!